привет ребят меня зовут лена и сегодня мы с вами пытаемся разделить уже дробь на дробь раньше умножали теперь будем делить обратите внимание взаимно обратные числа нам помогут в этом определение взаимно обратных чисел и конечно же последняя тема последний пункт нашего занятия это нахождение числа по значению его дроби в общем то если вы умеете делить вы сможете справиться и с последним пунктом но обо всем по порядку сначала начнем с того что такое взаимно обратные числа ничего сложного да здесь в определении всего целых три слова но при этом в общем то определение легкое если два числа вы перемножаете между собой и получаете единицу значит они взаимно обратны например 2 и 1 2 при перемножении получаем единицу значит они взаимно обратны или пример 9 4 и 4 9 если вы все перемножите у вас 9 сократится с девяткой четверкой с четверкой и получите при произведении да в итоге единичку взаимно обратные числа это те числа которые при произведения до при умножении друг на друга дают нам единичку все очень просто единственное конечно же у нас всегда есть исключение всегда внимательно смотрим на единички и нолики например если мы берем число 1 то число 1 обратное будет число 1 потому что 1 умножить на 1 будет 1 а вот для нолика немножко все сложнее нолик у нас к сожалению такое число для которого не существует обратного поэтому будьте внимательны кстати почему нет обратного для нолика все очень просто на 0 делить нельзя и вот отсюда у нас выходит это правило потому что все-таки проверка у нас всегда делением что ж разобрались что такое взаимно обратные числа давайте разберемся с делением а здесь у нас уже есть правило деления дробей посмотрите дробь мы делим на дробь но что же происходит дальше посмотрите первая дробь как она у нас была так и осталось деление превратилась в умножение а вторая дробь она об и перевернулась так вот а если вы хотите разделить одну дробь на другую дробь вам достаточно умножить первую дробь на обратную 2 если проще говорить всегда если вы делите на дробь вторая дробь вообще не любит когда на нее делят она настолько это не любят что она переворачивается сверху вниз до с головы там на руки то есть у нас она получается вверх ногами встает до и деление заменяется умножением говорят ну раз ты не хочешь чтобы мы на тебя делили будем на тебя умножать но не совсем на тебя она перевернутую тебя запоминаем при делении вторая дробь переворачивается а если например единица делится на дробь то у нас вторая дробь это а деленное на б и вот она перевернулась куда делась единица да очень просто при перевороте у нас получилось так что деление заменилось на умножение а один умножить на любое число будет то же самое число и тогда заметьте такое правило если один делится на дробь то просто мы получаем обратную дробь вот и все если бы 0 делите на дробь то получаете ноль почему потому что 0 разделить на любое число неважно дробь это не дробь вы все равно получите ноль что ж а теперь мы с вами умеем делить мы знаем что такое взаимно обратные числа теперь самый главный пункт это находить число по заданному значению то есть мы например знаем что дробь это какой-то кусочек да вот например а я не знаю сколько площадь всего экрана но я знаю что например одна треть а там это 10 сантиметров в квадрате как узнать сколько будет площадь всего экрана и тогда есть великолепное правило чтобы найти все число до всю площадь всего экрана по заданному значению его дроби что значит за дома да я знаю что одна треть это 10 там сантиметров в квадратных можно данное значение то есть наши 10 сантиметров квадратных разделить на эту дробь и так в нашем случае у меня была одна треть я 10 буду делить на одну треть то есть умножать на перевернутую то есть умножать на три первых и получу 10 умножить на три первых тридцать первых значит весь мой экран будет 30 квадратных сантиметров раньше я знал только одну треть а теперь я знаю всю часть целиком и второе конечно же связано с процентами а иногда у нас не дробь известно а значение процентов и то же самое действует да мы просто проценты переводим в дробь десятичную а дальше да или просто виде дроби все как вам удобно а дальше мы просто опять-таки делим значение процентов на эту дробь которую мы с вами получили всегда если вы хотите знать по маленькому кусочку что-то большое вы будете значение вот этого маленького кусочка делить на дробь а что это за кусочек да какая-то дробь и при делении дробь у нас перевернется вот это нужно помнить что же три целых части мы с вами закончили с ними на практике обязательно это все отработаем спасибо за внимание